Всех приветствую! Значит, продолжаем наши встречи из серии экспериментов, удаленные эксперименты на людях. Сегодня, значит, в прошлый раз, поскольку у нас была контрольная лекция, была такая, исключительно на поговорить, вот, а в этот раз лекции исключительно на поделать, потому что я буду рассказывать, как я собираю пакет, вот. Казалось бы, это, в общем, несколько в стороне лежит от основной нашей темы архитектуры операционной системы, но мне тут важно показать, какие, какова специфика разработки компонента операционной системы именно в рамках того, как, да, ведется эта разработка, в рамках того, что должно получиться в результате, да, как, какие инструментальные средства используются для того, чтобы результат этот получился приемлемый, вот, и, соответственно, очертить некоторый круг тех самых инструментальных средств, которые при этом так или иначе необходимо осваивать. Вот. В этом смысле это такой некий финал, недостижимый, к сожалению, в рамках нашего курса финал темы системной программирования, просто вот, как бы, во что это все выливается, это будет лайт-версия, разумеется, я не буду рассказывать, как я собирал, ну, не знаю, там какой-нибудь LibreOffice, это совершенно отдельная тема, вот, хотя тоже смешная, но, в общем, вот. Значит, напоминаю, что у нас есть дистрибутив, который является сборником программных продуктов плюс обмазанным каким-то инсталлятором, то есть чем-то, что позволяет установить этот сборник и по результатам этой установки получить работающую операционную систему на компьютере. Это дистрибутив операционной системы, если мы говорим про дистрибутив там чуть другого, то, в общем, меняется только финиш, да, это сборник чего-то, что можно получить, каким-то образом установить и получить работающее это самое чего-то. Дистрибутив, опять-таки, напоминаю, это мы сегодня, я надеюсь, успеем увидеть, формируется на базе хранилища, вот, то есть есть некоторое большое хранилище, оно называется репозиторием компонентов операционной системы, которые в нашем случае называются пакетами, вот, и из этих пакетов, собственно, и формируется дистрибутив, хранилище постоянно обновляется, вот, мы будем ровно этим, примерно этим сегодня заниматься, не совсем ровно, потому что я буду с нуля пакет создавать, вот, значит, хранилище постоянно обновляется, там постоянно появляются новые пакеты, умирают старые, которые совершенно не нужны, я вот, например, с сожалением расстался с эмулятором машины Тюринга, который был написан аж под проект КДЕ-3, вот, проект КДЕ-3, я так думаю, ему уже, он уже лет 15 как-то не существует, вот, ну, вот это вот все. Вот, значит, ну что, в чем идея? Идея состоит в том, чтобы взять какой-то программный продукт, которого еще нету в нашем репозитории здоровенном, вот, а их там уже порядка 20 тысяч, вот, желательно написанный на C, потому что C у нас было в практике, но не обязательно. Значит, и этот программный продукт, во-первых, ну, собрать как программу, а во-вторых, превратить в пакет, то есть компонент операционной системы, поместить в хранилище, вот, примерно этим будем заниматься. Я, на самом деле, довольно долго искал, что бы мне такое собрать, потому что, понятное дело, все простые программы, простые, нужные программы на C давным-давно уже собраны в репозиторе. Вот, простые и нужные. Значит, нужно было искать либо непростую, либо ненужную, но я, в общем, поглядел направо, поглядел налево и вспомнил о таком товарищем, которого я достаточно неплохо знаю по интернетикам, сейчас я его найду, тут даже ссылка должна быть про него, а если не будет про него ссылки, я так поищу. Давайте я так поищу тогда. Товарищ, который зовут Саймон Тетхам. Вот он. Значит, товарищ Саймон Тетхам, это такой математик из Кембриджа, который при этом еще по совместительству программист. Вот. Очень прикольный, интересный дядька. Вот его домашняя страничка, как видите, в минималистическом стиле. Я думаю, что оно не первое десятилетие ведет. Вот. Последний раз обновлял в семнадцатом году. Вот. Значит, вот какой-то список софта, который он собирает. По большей части все пакеты с этим софтом у нас в репозитории есть, потому что мне реально нравится этот чувак. Вот. Он прославился двумя вещами. Во-первых, изобретением терминального клиента Путти, который делает нам ССХ под винду с очень-очень давних лет. Вот. И не только ССХ, да. Секрешел, там телнет, всякое такое. И тем, что он собирает логические игры и делает из них такие дистрибутивчики мелкие. Ну, вернее, не он делает, делает комьюнити, конечно. Логические головоломки. Вот Саймон Statham Portal Puzzle Collection. Тот, кто его хоть раз видел, тот видит, узнает вот эти самые логотипчики. Да. Это как раз результат усилий Саймона, который потихонечку, значит, в эту коллекцию добавляет еще, значит, всяких головоломок. Вот. Значит, добавляет всяких головоломок. Очень рекомендую любителям логических головоломок, потому что их тут много разных, с разными фишками, с разным количеством мозга и со всем остальным. Вот. Они перепортированы вообще на все, что шевелится. То есть, они есть под всеми операционными системами. Они есть в броузере, они есть на Java. Ну, в общем, на всем они есть. Вот. Значит, он, как уже было сказано, программист, который довольно много сделал для open source и математик. Вот. В частности, о его математических, так сказать, всевозможных, он работает сейчас в арме. Вот. О его математических всевозможных студиях. Вот такая история. Значит, есть статья про так, как он рисовал многоугольники. Ему, значит, сидел он в очереди где-то в этом самом... Ну, неважно, где он сидел. Короче, ему пришло в голову идея взять шарик, набросать туда точек и сделать так, чтобы эти точки, ну, какое-то количество, эти точки, отталкиваясь друг от друга, заняли оптимальную позицию. Вот этот вот шарик с точками. Вот. Вот это его математическая раскадровка, как эта оптимальная позиция должна формироваться. А вот получившаяся фигура, в которой точки, ну, более-менее, значит, друг на друга давят таким образом, чтобы они по возможности оказывались дальше всех. В некоторых случаях получается классическая, это самое, эвклидовая фигура, да. В некоторых случаях получается что-то странное вроде такого. Вот. Иногда даже вот такое. В общем, человек взял, написал скрипт на питоне, который генерит вот такие картинки, то есть сначала он разбрасывает эти точечки, потом эти точечки, это, по-моему, футбольный мяч. Потом эти точечки, значит, разбегаются и формируют что-то похожее на правильный многогранник, вот, который вот так и рисуется. Я, в общем, почитал эту статью, она короткая совсем, там есть описание алгоритма, все, в общем, очень красиво, порадовался за человека, вот, мол, человек на питоне написал скрипт, все хорошо. И случайно задел одну из этих картин мышкой. И выяснилось, что это не просто скрипт на питоне, да, а скрипт на питоне, который делает вот такую проволочную модель, которую можно легко показать в броузере. Вот. Со всякими джелоскриптовыми приколами. Ну, в общем, в общем, как программист, он тоже ничего себе. Прямо скажем. А вот. Я тоже сразу захотел что-то такое подписать, я туда забурился, увидел там бездны джелоскрипта и выбурился обратно. В общем, как я уже говорил, практически все, что он сделал, я уже собрал в Сизиф, но, в нашей репозитории, но вот я внезапно обнаружил, вот видите, даже ссылочка, я уже ходил по этой ссылке, такая программа под названием ШПИГОД. ШПИГОД. Это ШПИГОД, это, значит, математический калькулятор, который позволяет производить вычисления с произвольной степенью точности гарантированной, с имитацией действительных чисел. Вот. И это уже, нельзя сказать, чтобы это было суперполезной для операционной системы программы, но, повторяю, суперполезные программы все уже давно собраны, а те, которые не собраны, реально сложные, и поэтому они не собраны. На самом деле, они тоже собраны, просто для этого нужны усилия более мощных мозгов, чем мой, и более, так сказать, больше времени к этому прикладывать. Вот. Ну вот, давайте из этого соберем пакетик. Значит, для начала нам нужно попытаться просто собрать этот программный продукт, как если бы мы просто взяли его, значит, скачали и скомпилировали. Да, безо всяких пакетов, без всего, просто собрать, потому что условия, при которых он собирается, нужно тоже себя как-то определять. Здесь возникает вопрос о сборочной среде. Где, собственно, мы собираемся собирать этот программный продукт? Есть вариант его, ну, понаставить компиляторы, нужные библиотеки, какие-то средства разработки, которые использует автор, понаставить прямо в свой домашний комп, вот, и там работать. Но, ну, у меня комп, разумеется, под Linux. Но это опасно, потому что, а, мне эти средства разработки, возможно, не нужны. Б, они останутся болтаться, вот эти ненужные средства разработки после того, как соберу пакет и, значит, ну, в смысле болтаться в системе и будут мешать, ну, занимать место, занимать время при обновлении и так далее. В, а это, пожалуй, важнее всего остального, я не гарантирую, что такая сборочная среда будет, ну, так скажем, чистой. То есть, я, возможно, в моей, в моем, на моем компьютере, скорее всего, стоят какие-то еще пакеты, которые, будучи поставлены, как-то повлияют на эту сборку. А когда кто-нибудь другой будет собирать этот пакет, собственноручно, без знания того, что именно стоит, вот, какой зоопарк в данный момент стоит у меня на машине, то у него может получиться совсем другой результат, в том числе и нерабочий. Это раз. А два, не исключено, что у меня, наоборот, на машине такой зоопарк, там, в силу каких-то странных пакетов, которые я понаставил, вот Zoom, например, который мы используем на семинарах, да, он же не свободный, значит, надо откуда-то скачивать, что-то ставить, вот это все. Это тоже может повлиять на сборку, я сам видел, как это делается, ну, например, Webber под Linux устроен таким образом, что он внезапно предоставляет библиотеку шифрования, вот, сам, стандартную, но не стандартную, потому что он сам ее принес, они ее где-то сами собирали, короче, немножко такое, либо SSL, короче, немножко такое, или даже LibCrypt, не помню. Вот, короче говоря, нужно озаботиться созданием изолированного сборочного окружения. На этот счет многие комьюнити делают разные усилия, значит, в последнее время стало модно просто запускать в виртуалку, в эту виртуалку ставить специально подготовленный, очень маленький разработческий такой дистрибутив, и прямо в этой виртуалке собирать. Поскольку в сообществе Linux Team об этом задумывались гораздо более раньше, чем в большинстве других сообществ, у нас была разработана технология, которая называется Hasher, которая не использует такие мощные инструменты, как виртуалки, потому что в те поры, когда это все делалось, запуск виртуальной машины приводил к дикому замедлению всей работы, и внутри виртуальной машины все работало гораздо медленно. Короче, тогда еще даже, по-моему, оператной виртуализации не было. Вот, поэтому, а поскольку, да, поскольку мы пользуемся Linux, в Linux есть достаточно интересные механизмы изоляции, в современном Linux, так они вообще просто как бы всевозможные, да, пресловутые namespaces и группы, вот, интересные механизмы изоляции. Один из них называется Chroot. Chroot – это ситуация, когда мы объявляем процессу, дорогой процесс, у тебя корневая файловая система, на самом деле, вон тот подкаталог. Вот все, что ты сможешь увидеть, только содержимое этого подкаталога. И вот на основании этого Chroot, плюс некоторый черный, ну не так, получерный, серый магий, которая позволяет работать с ним, думая, что ты суперпользователь, на самом деле не будучи суперпользователем, вот, на основе этого самого Chroot достаточно легко сделать абсолютно чистое окружение без ничего, понаставить туда пакетов, прямо вот в реал-тайме понаставить пакетов, и получится, что-то вроде маленькой операционной системы, вся задача которой не обеспечивает все нужды операционной системы, а только предоставить для сборщика пакетов, предоставить чистую среду, в которой стоит только то, что нужно, а что не нужно, не стоит. Компилятор там стоит, ну, средства сборки, вот это все. Вот, штука эта называется Hasher, вот, она специфична для Linux Team, вот, при этом, вот это я запускаю ее, можно было сказать verbose, на самом деле, давайте посмотрим, что она при этом делает. Вот, значит, как видите, она создает в заранее условленном месте, вот в этом месте, хэша, подкаталог, в этот подкаталог складывает настройки пакетного менеджера и пакетного диспетчера, то есть установщика пакетного диспетчера, ставит базовую, базовое системное окружение, вот, стоящий из там библиотек, там, Lipsy какой-нибудь, да, вот, компилятор CVT ставится, вот, вот сюда, вот, 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 и делать, подготавливать все таким образом, чтобы вот это, вот это вот, вот этот каталог, вот он, о, видите, как похоже на root, да, вот этот каталог, который лежит в свежесозданной директории хэшера и называется chroot, служил бы chroot-ом для сборочной среды, то есть в нем стоят только нужные, да, для сборки библиотеки и инструменты, и когда я сделаю его с помощью chroot-а, с помощью системного вызова chroot-сделаю его базовым каталогом, краневым каталогом для моей, как бы, операционной системы изолированной, то получится вот та самая изолированная среда сборка, сборка, при этом пакета скачивается из ближайшего репозитория моего, вот, который на самом деле является просто зеркалом основного репозитория пакетов, который называется CZIF, про CZIF чуть позже, вот, так что я гарантирован, мне гарантировано, что если я прямо сейчас соберу пакет, то он будет соответствовать тому, как если бы я его собрал прямо непосредственно на сборочном сервере, вот, это делается прямо моя машина. Значит, тут есть два, значит, два, две дисциплины работы. Я покажу, наверное, вторую, но есть еще и первая. Первая дисциплина работы состоит в том, чтобы подготовить заранее пакет, а потом попытаться его собрать внутри сборочного окружения. Мне, честно говоря, лень так делать, вот, тем более, что для того, чтобы подготовить заранее пакет, нужно часть сборочного окружения ставить прямо на свою родную машину. Поэтому я наоборот сделаю. Я поставлю внутрь вот этого хэшера, внутрь черта, не только сборочное окружение, но инструменты разработчиков, такие как редактор, вот, там, шелл нормальный, ну, шелл, может быть, я не буду ставить. Зайду туда, вот. Обратите внимание, что у меня теперь пользователь называется Builder. И это то самое, то самое, теперь рутом у меня является та самая, та самая система файловая, которая на самом деле лежала у меня в домашнем каталоге, там, Home, Josh, Hesher, Truth. Вот, я вот сюда и перешел. Вот. Ну вот, значит, это минимальный некий набор. Сейчас мы сюда домашним каталогом, при этом является каталог USRSRC, вот он. Плохо видно, да? Плохо видно. Давайте скопируем сюда что-нибудь интересное. Вот я сейчас в раздумье. Дело в том, что у меня есть скрипт на шелле, который оборудует хороший, годный сборочный чрут, вот, для меня лично. Вот. Но это уже даже не специфика, даже не нашего сообщества, а лично меня. Вот. Там, конечно, все будет красиво. За одним исключением вам будет трудно отличить ситуацию, когда я работаю в обычной системе, а когда я работаю внутрь чрута. Вот сейчас все видно, что я работаю внутрь чрута. А если я сейчас туда поставлю с помощью своего скрипта все, что мне нужно, то там окажется и шелл, и все настройки, и вим, и все остальное. Так. Вот я думаю, у меня сложный путь или простой выбирать. Ну, для начала диркалор туда точно нужно скопировать. Ну-ка. Да. Значит, маленькое замечание. Вот эта вот система хэшер, она устроена таким образом, чтобы с помощью манипуляции правами доступа внутри нее и снаружи, нельзя было как-то повлиять на ход сборки пакета со стороны хозсистемы. Ну, понятное дело, что там есть труд, поэтому он может повлиять, но вот в остальном нельзя. И самое главное, что несмотря ни на что, что может произойти при попытке сборки пакета, ну там, что может произойти? Это какой-то злобный хакер написал какую-то злобную хакерскую программу, мы ее скомпилировали, и пока мы ее компилировали, все расхакалось. Или там какая-то страшная ошибка, которая пожирает всю память. Или еще что-нибудь. Так вот, вот эта изолированная сборка, она, помимо всего прочего, огораживает и даже в некотором смысле математически гарантированно доказывает отсутствие влияния того, что творится внутри сборочницы на хозсистему. Ну, как в случае виртуалки скажем, да? Только напоминаю, тут виртуалок нету, никакого performance degradation. Мы просто изолировали выполнение нашего процесса. Так, значит, я хочу проверить, что у меня есть сеть. У меня есть сеть. Окей, кажется. Если у меня есть сеть, это хорошо. Это значит, кстати, что это не вполне изолированная среда. Настоящая изолированная среда, сеть там выключается, но она мне понадобится. Значит, скрипт этот называется mkhasher. Вот, он написан не в лучших традициях. Это такой наколенный скрипт. Вот. Но, давайте я ему скажу минус V. Вы увидите, что при этом происходит. Он сейчас понаставит туда всяких нужных пакетов для меня, чтобы мне было удобно работать. Вот видите, он ставит туда Vim, он ставит туда всякие вгеты, он поставил туда ZShell. Может быть, кто-то из вас не заметил, а я уже нахожусь внутри сборочной среды. Видите, пользователь называется Builder. При этом все настройки такие же, как у меня в обычной системе, поэтому мне просто и легко работать с привычным мне окружением. Вот. Ну и дальше все пойдет слегка более привычно для меня. Вот. Повторяю, это лично мой скрипт. Более того, я его показывал своим коллегам, и у моих коллег представления об удобстве отличаются от моих. То есть, больше одного человека им не пользуются. Вот. И это вообще нормально, да? Значит, чем глубже ты закапываешься в такие дела, тем больше твое представление об удобстве не похоже на представление об удобстве, ну, человек, который вообще не закопался, или твоего товарища, который тоже глубоко закопался. Что мы делаем? Мы давайте скачиваем этот самый исходник. Да? Нам пора скачать исходник. Шпигот этот самый. Вот он. Вот. Обратите внимание, что даже скачивание я сделал изнутри сборочной среды, потому что там благодаря моим настройкам разрешена сеть. Обычно сеть запрещена. Ну что, давайте его распакуем. Этот самый шпигот. Вот. И попробуем его собрать. Такой довольно типичный проект в стилистике конца прошлого века. В том смысле, что никаких подкаталогов, все файлы набросаны в один единственный каталог. Там же исходники, там же документация, там же всякие дополнительные средства сборки, там же файл с лицензией. Вот, кстати, что там с лицензией. Это очень короткая лицензия. Я думаю, что она MIT-овская. Точно. MIT-лайтенс. Вот. Ну окей. Значит, это софт свободнее не бывает. Все будет хорошо. Вот. Значит, что мы видим в... Значит, да. Работа Монтейнера заключается не только в применении, так сказать, технических знаний, ну и применении всевозможной интуиции, к сожалению, да. На робота Монтейнер заменить пока что тяжело. Во-первых, программа написана не на C, а на C++, но это, в общем, совершенно без разницы. Вы увидите, что при удачном исходе мне вообще будет все равно, на чем написан исходный код того программного продукта, из которого я делаю пакет. Вот. Во-вторых, я не вижу здесь make-файла. Я вижу только make-файл с расширением arm и с расширением in. Наличие make-файла с расширением in означает, что данный комплект собирается не просто с помощью make. Помните, у нас была лекция по make-у или не было, но, в общем, была. Не просто с помощью make-а, а с помощью специального скрипта, который называется configure, который формирует этот make-файл. В чем идея? Make-файл – это инструкция по тому, как собрать данный бинарник из данных исходников при наличии всех нужных инструментов уже в системе. Configure – это сценарий на шеле здоровенный, сейчас я его покажу, который проверяет наличие этих инструментов в среде и в случае, если каких-то критически важных нет, он просто говорит «собирать не буду, ты не поставил нужную программу». Или «здесь планировалась поддержка такой-то библиотеки, такого-то формата файлов, а у вас соответствующая библиотека не стоит. Будем собирать без нее, без нее можно». Вот такого сорта принять решение делать скрипт-конфигурь. Сам он достаточно здоровенный, как я уже говорил. 165 килобайтов исходного кода на шеле. Со всей очевидностью это писал не человек. Давайте на него посмотрим. Страшный и ужасный код на шеле, который проверяет наличие всевозможных символов, всевозможных библиотек, позволяет определить переменные, где у нас будет, куда будет происходить установка, где лежат библиотеки, где лежат инклюдники и так дальше, и так дальше, и так дальше. Если мы его запустим вот так вот, то мы получим большой список того, как именно мы можем влиять, изменять параметры сборки. По результатам работы конфигурья сформируется MakeFile, в котором будут прописаны правильные настройки. Я их должен ему указать. Сейчас я покажу, как это делается. Из вот этого механизма вытекает так называемая система сборки Крибли-Крабли-Бумс конфигуре MakeMakeInstall. Которая состоит в том, что вы запускаете вот этот скрипт, придуманный для вас автором, потом говорите Make, Make, потому что MakeFile сформировался, а потом говорите MakeInstall из-под рута, и у вас в систему в основную приезжают какие-то бинарники и библиотеки и вообще всё. Так делать нельзя. То есть человек, который собирается сделать пакет, собственно, пакеты нужны ровно потому, что так делать нельзя. Нельзя какие-то сторонние MakeFile, чтобы вам прямо в систему что-то писали, мало ли что. Возьмут и поставят пакет бинарных с каким-то названием в неправильное место и ещё что-нибудь сделают. Короче говоря, но мы это делаем в изолёрованном окружении, поэтому мы можем вполне сказать конфигуре. А, да, я забыл сказать. Значит, конфигурь — это генерат. Вы же видите, какой он страшный. Вот. Это генерат, который порождается с помощью специальных настроечных файлов из... Сейчас я их покажу. С помощью такой штуки, которая называется GNU Auto Tools. Там несколько инструментов, которые помогают автоматически. Вы описываете, какие библиотеки вам нужны, какие параметры сборки вам нужны. И на основании этого описания у вас автоматически генерируется конфигурий скрипт, который всё это умеет проверять. То есть, вы пишете, нужна такая-то библиотека. В конфигуре в скрипт вставляется большой кусок, который пытается скомпилировать маленький тестовый файл с этой библиотекой. Если всё работает, то окей. Если не работает — говорит, либо такой библиотеки нет, либо её поддержки. Вот. Вот этот весь автокреп, именуемый в нашем сообществе, потому что это очень сложный механизм, написанный на достаточно сложном языке, макрос под названием AVK. Вот. Если бы AVK. На M4 он написан. На языке макроса под названием M4. Но, тем не менее, конфигурационные файлы, они кончаются на AC — конфигуряк. Вот конфигуряк — это как раз типичный конфигурационный файл для автотулсов. Вот. Конфигурационные файлы не такие страшные. Смотрите. Какое-то описание. Специальный конфигаж файл, в котором будут складывать, конфигурь будет складывать найденные параметры системы. Вот. Проверка работы C++ 14, тест на C++ 14, ручной. Попытка выбрать правильный ключик компилятора GCC с поддержкой нужного расширения C++. Проверка наличия в системе штуки под названием Hollywood. У нас ее нет. Оно надо будет поставить. Проверка наличия GMP. GMP — это GNU Multiprocessing. Ставить ее не будем. Хотя, может быть, имеет смысл при современных условиях это сделать. Посмотрим. Вот. А, нет. Проверка наличия Courses — это библиотека для работы с экраном текстовым. И еще кое-какие функции. Вот. Все это должно присутствовать в системе. И проверку на все это из конфигуряка специальные автотулсы делают файл конфигурить. Правило такое. Если ваш программный продукт собирается с помощью текущего конфигура, то есть makefile делается с помощью текущего конфигура, так и оставьте. Автотулс был запущен до вас, пускай он таким и остается. Но, если это очень старый продукт и автотулс был запущен давно и конфигурил старел и ругается, возможно, надо переделать его из исходного конфигуряка. То же самое относится к makefile. Видите, у нас есть makefile.in — это то, что требуется для конфигур. И makefile.am. Вот в makefile.am, он, кстати, короткий тоже, в нем это собственный исходник. В нем написано, какие файлы из чего делаются. И, собственно, все. Ой, какая страшная штука. Evil Perle. А, ну это такой сет только на Perle. Что-то он там хакает в документации. Ну, молодец. Вот. Короче, я принимаю решение запустить просто конфигур. Мы не будем перегенерировать его с помощью автотулс. Так. Error говорит. Нету C++. А, да. Мы же C++ не поставили. Выходим в хост-систему и говорим hsh install gcc C++. Надо было еще минус verbose сказать. Ну, в общем, я думаю, что и так нормально. Вот. Что сейчас происходит? Доустановка туда, в сборочную среду, компилятора сидит. Возвращаемся. Как он там назывался? Шпигот. Так. Значит, шпигот, видимо, в конфигуре нам сказал, что он будет собираться в такой настройке. Но мы помним, что, значит, наличие двух инструментов, которые мы видели в прошлый раз, оно не обязательно. Вот. Он не нашел холибуд. Он не нашел липгмп. Интересно, почему он не искал курсис? А, он не нашел курсис. А, он не нашел курсис. Генератор документации. Ну, давайте все это туда поставим. Вот. Хотя, повторяю, можно было бы... Смотрите, еще раз, Алекс Алекс, у нас есть одно сборочное окружение. Это хашер. Именно туда все ставится. Каталог шпигот, в котором сейчас находимся, это просто распакованный каталог с исходниками. И эти исходники я должен превратить в пакет. Да? То есть, у нас есть хост-система, есть сборочный чрут, он же хешер, в который мы все ставим. А это мы просто... Он просто ничего не изменил. Да? Мы сейчас вот запустили. Да. Вот сейчас мы в этот же хешер. Ну, смотрите. Вот. Собственно, вот. Вот список пакетов. Их не так уж много. 200 штук. 224. Которые установлены сейчас в сборочной системе. Да? Так. Значит, что мы хотим? lib-gmp-devel. Что? Ну, давайте лучше так хешер, да? Значит, lib-gmp-devel. Двел. Че ему еще там нужно? lib-en-curses-devel. И холибуд. Холибуд. Че? Ну, gmp-devel тогда. А! Двел. Смотрите. Слово devil в данном случае мне подсказывает мой опыт. В действительности пакеты, которые собираются, ну, пакеты для библиотек, они состоят из той части, которая нужна для работы, и той части, которая нужна для разработки. Вот та часть, которая нужна для разработки, инклюдники, правильный, правильный объектный файл в user-lib-64, да, они выносятся в отдельный пакет, который называется lib-что-то-там, defis-devel. Да? И вот я по опыту своему знаю, что если при сборке требуется, скажем, lib-gmp, то надо ставить lib-gmp-devel. Если при сборке требуется incursus, надо ставить lib-incursus-devel. Вот, давайте сейчас мы вернемся обратно. А, нет, сейчас сначала надо туда зайти. Вот. Напоминаю, что мы могли бы сказать... Смотрите. Можно было бы сказать так. hsh shell. Только там по умолчанию запускается bash. А я хочу, чтобы был zshell. Ну, можно zshell вот так запустить. О! Я думаю, что разницы никакой. Вот. Давайте обратно введем. Пойдем туда. Скажем еще раз конфигуре. И посмотрим, что теперь. Теперь он, значит, incursus нашел, lib-gmp нашел, halibut нашел. Ну, все. Вот. Можно даже погрепать... Что он не нашел? Он не нашел только вариант, что мы компилируем на другую архитектуру. Значит, мы не cross-compiler. Это хорошо. Все остальное, все остальные настройки, видите, все, что нужно для большой сборки этой программы, не есть. В принципе, в этом месте мантейнер может принять решение. Хочет ли он собирать с поддержкой, скажем, мультипроцессности и incursus, или он хочет собирать вот этот калькулятор в самом простом варианте для того, чтобы, значит, ну, одно другому не мешало. Ну, в общем, я не вижу особой разницы. Давайте соберем его в большом варианте, тем более, что у нас современные компы, они все мультиядерные, поэтому мультипроцессорность им не помешает. Ну, давайте попробуем. Кстати, я не пробовал в этом варианте собирать, поэтому... Вот. Ну, что. Значит, в результате работы Configure формируется файл config status, в котором пишется, как именно были определены все параметры. Он еще больше. Это просто log. Вот. Значит, и makefile. Вот этот makefile, это тоже генерат, он здоровенный. Смотреть на него смысла особого нет, хотя иногда приходится. Вот. Ну, мы знаем точно, что если мы скажем просто make... Давайте по-быстренькому скажем make-j, ну, скажем, 8. Значит, что такое минус j 8? Поскольку make строит дерево зависимости между сборочных зависимостей, граф логических, между отдельными частями вашей программы, разумеется, пройдясь по этому графу, а он у нас ориентированный, пройдясь по ориентированному графу, можно четко выделить независимые друг от друга задачи. И эти независимые друг от друга задачи можно запустить в параллель. Make встроен, имеет в себе инструмент запуска в параллель указанного числа заданий. Вот сейчас этих заданий будет 8. То есть в идеале это убыстрит сборку из исходных кодов раз в 8, ну, а другие какие-то операции, которые, скажем, не параллелятся, или если одна операция выжирает все, естественно, это не распараллелится. Вот видите, он сразу 8 компиляторов запустил. Вот у нас идет сборка, сборка, сборка. Чудо. Вау. Чудесным образом программа собралась без единой ошибки и даже без предупреждений. Ну, правда, там не было ворнингов. Vo отсутствует в этих самых этих. Круто. То есть он типа работает, а мы не знаем. А что, он уже прямо в бинарнике есть. Шпигот. А как им пользоваться? Ну, ладно, значит, смотрите, сборка прошла. Ну, давайте еще тест запустим. Значит, тут история такая. Автор совершенно не обязан сопровождать свою программу каким-то тестом. Вот. И очень часто не сопровождает. И нам приходится верить, ну, как бы, запускать программу, поверить человеку на слово, что это работает. Вот. Но, зная Саймона, я знаю, что он тестирует всегда свои программы, поэтому у него есть целый скрипт. Вот. Оу. Это даже какая-то хитрая-хитраясть. Смотрите, у него как бы целый скрипт, который какую-то технологию тестирование реализует на шельве. Видите слово test case? Интересно, откуда это? А, есть функция test case, которая что-то делает. Ну, вообще. Ну, ладно. Понадеемся на то, что автор... Так. Значит, несмотря на то, что она ругалась, что не может сделать что-то с девом, напоминаю, мы работаем в сборочном округе. В сборочном окружении, где слэш-дев очень не похож на настоящее сборочное окружение. Видите, да? То есть настоящая работающая система. В слэш-деве лежат только необходимые устройства. Вот. И больше ничего. Поэтому неудивительно, что он там что-то не нашел. Но, несмотря на это, как видите, он все эти тесты проделал. Он пропустил тесты, связанные с файловым дескриптором. Кстати, я, наверное, могу сделать вот что. Я могу зайти в мое сборочное окружение. Вот так вот. Сейчас покажу. Вот. Вызвать хешер-шелл с вот такими параметрами. И тогда у меня дев будет... Это тоже, кажется, не рабочий. Ну, ладно. Нет, так нет. Это, в общем, не важно. А, нет. Вот смотрите. Вот в таком случае он умеет находить. У него сейчас будут все тесты проведены. Вот. В том числе тесты по файлам-дескрипторам. Видимо, что-то, когда я формирую менее безопасное сборочное окружение, в котором есть... А, понятно. Ему хочется терминалы уметь открывать. Он умеет же... Ну, короче, ладно. Вот. Все. Значит, все тесты прошли. Все работает. Значит, мы можем даже попробовать... Сейчас. А как посмотреть? Это очень тяжело читать. Давайте поставим туда еще ман. Кто нам мешает поставить ман в сборочное окружение? Смотрите, Алекс. Поскольку почти никогда один человек не больной тяжкой формой шизофрении не собирает два пакета одновременно руками, то всегда ситуация такая, что вы в данный момент долбаетесь с одним конкретным сборочным окружением. Это, в свою очередь, означает, что когда вы будете собирать другой пакет, вы его просто пересоздадите. И это и будет та самая изоляция сборочного окружения друг от друга. Так. Значит, ну что? Я хотел посмотреть, как пользоваться этим шпиготом. Для этого поставил ман внутрь сборочного окружения, чтобы... А, нет. Сначала надо туда зайти, естественно. Вот. Мы туда заходим. И теперь можно посмотреть... Во! Тут примеры-то есть. Примеры. Экземплс. Нет экземплс. Ну ладно, давайте так разбираться. Экспрешн. Как выглядит экспрешн? Ну хорошо, а я, может быть, давайте так так. А-а-а! Стойте! С бесконечной точностью, зараза! Так, где точность? D, минус D маленькая. Вау Ну, в общем, оно работает Окей, первая стадия пройдена Мы сделали все, что могли Теперь давайте соберем пакет Чтобы собрать пакет Вернемся к нашей лекции Чтобы собрать пакет Нам нужно соорудить так называемый спек-файл Спек-файл это описатель того, как из исходников Делается не просто бинарник А вот тот самый пакет, о котором мы говорили Архив с раскладыванием файлов, со всеми делами Давайте его просто создадим Значит, это будет называться Shpigot.spec Name Shpigot Версия С версией тут довольно фигово Потому что Потому что у него номер версии Такой дебильный Вот это хороший годный номер версии Это timestamp А это, извините Усеченный Чексум от Gitcommit Вот Поэтому Мы сделаем версию вот такую А потом придется немножко покуралить Релиз Релиз это Сколько раз я этот пакет собирал Допустим, я собрал пакет Нашел какую-то багу Поправил ее Версия пакета не изменилась Но надо же говорить, что новый пакет более новый Для этого меняется релиз Что еще? Группа Значит, группа это такой атовизм На самом деле В современных Дистрибутивах Принято от нее отказываться Мы в Alden & Steam От нее не отказались Просто потому, что лень Она, в общем, не мешает никому Кроме Бонтейнера Которому нужно всякий раз думать Какую же группу он собирается сюда вписать Значит, но поскольку это калькулятор Я знаю, что есть, например Вот такой калькулятор Вот А, то есть он BC называется BC, да? Вот такой калькулятор То мы можем сказать LCOL равняется CRP-I Вот этот самый BC И посмотреть, какая у нее группа Науки математики Науки математики Ну, отлично Значит, группа будет науки математики Что еще туда надо писать? Лицензия Лицензия у нас называется MIT Сейчас давайте проверим Валидное ли это имя Да Есть лицензия просто MIT И это, видимо, она и есть Ну, вот так и будет Что дальше? Summary Summary Это краткое описание в паспорте пакета Возьмем его прямо с сайта нашего шпигота Там все написано Вот Это будет наше summary Возможно Возможно, тут артикль на это поставить Так Что еще? URL Откуда берется? Исходник А вот с исходником ситуация следующая Исходник у нас называется Шпигот Дефис 2020 0101 Точка Тролевали Точка Тар Точка Гз Вот так мы и должны написать Name Version Потому что Name и вершин Это ровно оно Точка Вот эта хрень Опять забыл, какая Вот эта хрень Точка Тар Точка Гз Что еще? По-моему, больше ничего Если что надо То надо Значит Тут надо еще вставить Длинное описание Длинное описание мы просто возьмем вот отсюда Вот Обратите внимание, что строчки красненькие Потому что в спеке Разрешено В спеке разрешено Есть лимит Ширины страницы По 80 символов Видите? За 80 символом оно красное Ну мы тогда вот так сделаем Сейчас Вот Вот это лишнее Вот это description Хороший годный description И это что касается паспорта этого пакета Теперь давайте определим процедуру сборки Сначала надо пакет распаковать Для того, чтобы распаковать пакет Нужно сделать вот это tar.xvf Вот это все Вот Значит Слава богу К нам приходят на помощь так называемые макросы Мы уже видели макросы Вот они Коих в RPM-е Чертова прорва И например Макрос-сетап Сетуп Спасибо дорогой Макрос-сетап Сам определяет По расширению По имени файла Ну вот По вот этой части По хвосту имени Потому что он Заканчивается на tar.gz Как именно Надо распаковывать Соответствующий архив Поэтому мы просто пишем Сетап-м Вот это имя архива А он сам его в правильном месте распакует Вот Нет, не так Вот так Значит Вот эта запись означает Что мы возьмем архив с таким именем А потом Перейдем в каталог С таким вот именем Как здесь написано На этом на самом деле Сетап наш заканчивается И описываем Секцию build Мы уже знаем Что нужно запустить конфигур И что нужно запустить Мы Вот Вот Написать так Было бы неправильно Да Обратите внимание Что я В секции build Как бы Уже нахожусь Внутри Вот этого каталога Это за нас делает сборочница Ну не сборочница А рпм Он Распаковывает файл Переходит в образовавшийся каталог И там мы можем делать что хотим Как если бы мы это уже сделали Вот так делать неправильно Сейчас покажу почему Потому что на самом деле Мы Не просто собираем бинарник Мы собираем этот бинарник С нашими настройками Которые иммунентны нашей системе А еще Мы его собираемся ставить В очень странное место Мы не собираемся его ставить Прямо сюда Потому что у нас прав рута нет Мы его собираемся ставить В специально отведенный Так называемый build root И для того чтобы он туда встал Нужно При сборке А кстати нет Это при установке Извините Это install надо править Главная проблема С конфигурью Состоит в том Что обычно В такого рода поделях Средней руки Место куда пакеты устанавливаются Это USR local что-то там Да Не пакеты Бинарники То есть если вы Почечайнее Воспользуясь алгоритмом Крибли-крабли-бумс То есть конфигуре Make, make and install То если Апстрим добрый А все файлы из вашего продукта При make and install Поставятся в USR local Если же он Не добрый Потому что так делать Все равно нельзя Или Просто не подумал Все файлы из вашего продукта Могут приехать в USR В корень Еще куда-нибудь В общем Вот Поэтому Для того чтобы Не морочиться мне Определением всех Возможных вариантов Того Куда Настоящий конфигурь Должен рассказать Чтобы мои пакеты Складывались Я буду Выполнять Макрос конфигурь Слава богу У нас есть Возможность Показать Во что Во что Во что раскрывается Макрос конфигурь И видите Он нехилый То есть Вместо запуска Одного Точка слэш конфигурья Вот этого На самом деле Будет проделана Все вот это Да Переопределены Некоторые флаги В частности Сборка С поддержкой Дебаг-инфо Вот Проанализированы Какие-то Неведомые мне вещи И запущен конфигурь У которого Которым будет Которым будут переданы Всевозможные параметры Относительно того Где будут размещаться После установки Файла этого пакета Да Базовый префикс USR Бинарник USR BIN Данные USR Шарь Инклюдики Библиотеки Заметьте USR LIB64 Потому что Это 64-разрядная Архитектура Ну и так дальше И так дальше Поэтому мы Воспользуемся Здесь Макросом Конфигурь Тем самым Вот Ну и Для порядку Еще и Мейк Тоже Мейк 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 Билд По-моему Хорошая штука Кстати давайте Проверим Что происходит А нет Давайте мы Хотя давайте проверим Что Ой я не туда положил Он должен лежать В rpmspecs Вот здесь Так Ага Значит Когда мы Собираем файл Из спека Он ищет Исходники В каталоге rpmsources Ну давайте Туда его Переложим Этот шпигот В rpmsources Значит Что произошло Смотрите Создался каталог rpmbu Удалился Если он там был Старый каталог Распаковался Архив Который Называется Вот так Как мы ему сказали Дальше Поработали Поработали Немножко С каталогом Дальше Вышли Где тут Должен быть CD Да Зашли в этот каталог Это уже Это уже build Это уже build Дальше А нет Это 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 еще Это еще Prep Подготовка Дальше build Мы уже находимся В этом каталоге Переопределяются Всякие C-флаги Это вот Раскрытие Макроса Конфигурь И запускается Конфигурь Вот этот конфигурь Идет Идет Вот он Закончился Дальше Идет Make И Make Нам Что-то Мейкает 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 Все собралось У нас Получился Пустой Пакет Потому что Мы не указали Какие файлы В нем Должны Лежать Сейчас Укажу Так Секция Install Я уже говорил Что Я уже говорил Что Устанавливать Мы будем В очень Странное Место Этот самый Пакет Потому что Он Не пакет А Говорить Мейку Дорогой Make Сделай Install В странное Место Потому что Это странное Место Будет Такое Дерево Из которого Мы будем Собирать Пакет Вот Мы не будем Его ставить Прямо В ход Систему Несмотря на то Что это Сборочница Потому что Мы не имеем Прав рута На это И это нормально Значит Соответственно Вот этот Макрос Make Install STD Как раз И переопределяет Давайте Покажу Как раз И переопределяет Конкретно Единственное Место Куда На самом деле Будет Происходить Установка Дест Дир Значит Этот Дест Дир Будет Происходить В USR SR TMP И дальше Имя Пакета Дефис Build Ну пока Его еще нет Потому что Мы еще туда Ничего не ставили Но это дело Не загорает И теперь Нам нужно Описать Из каких Файлов Состоит Пакет Я Я честно Не знаю Из каких Поэтому Я Сделаю Так Я почти Уверен Что Он Поставит Бинарник А про Все остальное Он нам Расскажет Что он Еще не Доставил Rpm Rpm Еще Произведено Секция Секция Инстал Вот Сейчас Произошла Секция Инстал Смотрите Тут Должен быть Вот Инстал Был выполнен Make Инстал Только с Дополнительными Ключами Действительно Вот в этом Каталоге USR SRC TMP Шпигод Билдрут Были созданы Каталоги Как в корне USR Bean USR Shari Man Туда Man Ставится USR Shari Dog Куда Доки Ставятся И потом Туда Были скопированы Все нужные Файлы А вот Дальше Начинается Интересная Штука О которой Я хотел Сказать Чуть позже Но она Перед Нашими Глазами Быть Может Стоит Про нее Рассказать Эта Штука Это Автоматическое Определение Зависимости Нашего Пакета Ведь У нас Сформировался Бинарник Этот Бинарник Вообще Говоря Требует Разных Библиотек А в этих Библиотек Он требует Некоторого Подмножества Символов Из этих Библиотек И допустим Если Версия Библиотек Изменится Настолько Что Подмножество Изменится То Такая Новая Библиотека Не будет Удовлетворять Нашему Бинару И Специальные Роботы Вот Они Которые Лежат Которые Называются Вот Там Они Лежат Find Requires Пробегают По Этому Каталогу Со Свеже Установленными Файлами От Пакета С целью Определить А что Собственно Нам Нужно Давайте Пускай Доделается С целью Определить А что Собственно Нам Нужно Для Робоспособности Этого Пакета И Видите Он Генерирует Целую Пачку Requires В основном Это Requires На Библиотеке Ему Нужен Либ Stdc Plus Или Нужен Lipsy Ему Нужен Limp Gmp Вот Удивительная Правда Вот Ему Нужен Еще Что То Короче Вот Если Бы Скажем Это Были Файлы На Python Он Бы Смотрел Там Про Python Модули На Ruby Значит Ruby Модули Ну И Так Дальше На Shell Если Были Скрипты На Shell Он Бы Заглянул Скрипты Посмотрел Какие Утилиты Запускаются Так На Всякий Случай Короче Говоря Много Много Мозга Который Заменяет Мозг Монтейнера Монтейнеру Не нужно Писать Все Вот Эти Все Вот Эти Вот Сейчас Покажу Что Все Вот Эти Зависимости На ГМП На Липс ТДС Плюс Плюс На Лип Термин Фо А где Холибут А Холибут Не Нужен Холибут Для Исполняем Не Нужен Вот Пакет У нас Уже Собрался И даже Сформировалось Три разных Пакета Это Исходник Так Называемый SRC RPM Пакет С исходниками Это Значит Собственно Наш RPM А это Еще Дебаг Инфо К нему Который Содержит Исходные Тексты Дебаг Инфо Информацию Короче Говоря Если Мы Хотим Это Отлаживать Хотим Это Отлаживать Нам С помощью ГДБ Совсем Необязательно Носить С собой Всю Отлаживающую Информацию Она Обычно Громадная Гораздо Больше Чем Полученный Бинарник А можно Упаковать В отдельный Пакет А потом Оттуда Ставить Если Мы Действительно Хотим Что-то Отлаживать Вот Такие Дела Значит Правда Нам Тут Предупреждили Я же Говорю Я Ленивый Нас Предупредили Что При Установке Пакета Помимо Ок Это было Слово Man1 Я просто Знаю Название Этого Макроса Он как раз Означает Каталог USR Shari Man Man1 И что там Было Еще документация В html Тут Это Делается По-другому Тут Пишется Вот Так Док Дальше Default Dog Dir Процент Name Почему Я отдельно Выделил документацию Вот здесь Вот Не сказав Что она просто Входит в пакет Потому что Ее можно не ставить Вы можете поставить Пакет со словами Без документации Он поставится Без документации Если вы делаете Какое-то Гипер Минималистичное Окружение И хотите пожертвовать Документацией Которая не нужна Для работы Вот Поэтому Значит Такого рода Файлы Из пакета Они Значит Они Сопровождаются Другой Директивой Директивой Документации Вот сейчас Все будет Хорошо Вот Ключик Short circuit Короткое замыкание Означает Что я Буду выполнять Стадию Build all С конца Как если бы Все предыдущие Стадии уже Были сделаны Вот Мне нужно Мне нужно Мне нужно просто Удостовериться Что больше Неупакованных файлов У нас нет Их нет Вот Давайте посмотрим Из каких файлов Состоит этот пакет Ну в общем Мне кажется Уже и так понятно Искать Вот они Все Все три файла И плюс один каталог Все Пакет Мы собрали Мы можем даже Сейчас его потестить Что он работает О Кстати Потестить Давайте мы его потестим Отдельная тема Вот Отдельная тема Это значит Тестирование Вы можете сделать Специальную секцию Чек И написать Что нужно запустить Чтобы если оно упало Значит тест не прошел А если оно не упало Значит тест прошел Вот Так На самом деле Мы пропустили Одну важную вещь Которую я хочу Сейчас продемонстрировать И на этом Сборка Пакета будет закончена Но нам еще Нужно Сопровождать Значит Сейчас скажу Проблема Сборочных зависимостей Обратите внимание Что вот эти Автоматические поиски Зависимости Это Во-первых Они автоматические Иногда их надо делать руками Если вы считаете Что для работы Вашего пакета Нужно чтобы что-то стояло А это ничего не следует Кроме вашего мнения Вот Но самое важное Самое важное Это Описать Какие дополнительные пакеты Нужно устанавливать В сборочную систему Чтобы Оно собралось И мы знаем Какие Да Мы Мы ставили Хребут Мы ставили МПД И мы ставили Там Си плюс плюс Да Пока что Это нигде не прописано Если мы сейчас Попытаемся Собрать по этому успеху Пакет в новом Чистом сборочном окружении Мы получим Те же ошибки Которые мы получили Есть универсальный инструмент Не универсальный Но процентов на 99 95 Универсальный инструмент Который называется BuildRack Который делает следующее Он запускает Сборку пакета Так же Как мы сейчас делали И Отслеживает Какие инструменты Были Запущены В процессе сборки Какие файлы Потроганы Прочтены И каким В реальности Пакетом Принадлежат Эти инструменты И эти файлы И вот весь этот список Всего того Что понадобилось Для выполнения RPM Build Оттуда выбрасываются Какие-то очевидные вещи Типа базовые системы И весь этот список Автоматически Приезжает нам В SPEC файл Он будет Отредактирован По результатам этой работы Единственное что Это слегка медленно Потому что BuildRack Работает в один поток Пока что у нас Есть некоторые Проблемы Которые мы пока Не можем решить Как запустить BuildRack В несколько потоков И пока он работает Я расскажу о том Что нам еще предстоит Итак У нас получился пакет Который Скорее всего Даже работает Ну по крайней мере Тесты его проходят Мы сейчас попробуем Его установить Я думаю он установится И если пакет установился То Все хорошо Вот Но это полдела Потому что Это просто Что называется Поматросил и бросил Собрал пакет Бросил его Нам еще нужно Поместить этот пакет В хранилище Чтобы поместить Пакет в хранилище Нужно Его собрать Убедиться Что он собирается А потом Отдать Исходный Код этого пакета В специальную сборочницу Почему исходный код А не бинарный Ну потому что Я уже говорил Непонятно Какого собственно Я конечно Всем обещаю Что сборочное окружение У меня чистое Но мало ли что Да Более того Лицензия Вообще говоря Ну скажем Лицензия МИД позволяет А лицензия ГПЛ Не позволяет Распространять бинарники Без возможности Получить исходный Вот Ну и в общем считается Что Сборка пакета На сборочнице В чистом окружении Это гораздо более Правильная штука Чем надеяться на то Что я где-то дома У себя соберу его хорошо Например Окружение то у меня Чистое Сборочное Но Фиг его знает Может быть Допустим У меня какой-то Супер крутой процессор И При компиляции Туда В Бинарники мои Вставились какие-то команды Которые на Более старых Процессорах Не пойдут Такое бывает Или У нас Допустим Наше хранилище Сейчас поддерживается Четыре базовых Архитектуры Еще сколько там Побочных Не только И x86-64 Но и 586 Этот самый Arm V8 Armage PowerPC MIPS Еще там Хрен знает что Я дома не могу На всех этих Архитектурах Все это собрать Это может сделать Только сборочница Поэтому Что мы сейчас будем делать Это в сборочницу Закладывать этот пакет Так Ну что Смотрите У нас Внезапно Наш скрипт Build.rec Отредактировал нам Спек И вписал туда Что он считает Нужным Поставить в Сборочной зависимости Как Бабушка Ванга И говорила C++ Холибуд Либо GMP Либо Мклосис Еще кое-какие Зависимости Которые В принципе Он увидел Он отфильтровал Потому что Они были притянуты После установки Вд этих пакет Поэтому они не нужны Вот это уже Хороший годный пакет Вот он Теперь давайте Попробуем его Собрать Начисто То есть Сейчас мы Набивали Нашу Нашу Сборочную среду Всякой ерундой Вот Значит А теперь мы Сделаем так Чтобы этот пакет Прямо из Ничего Хэшер Нам создаст Чистую Абсолютно Сборочную среду Поставит туда Только то Что мы указали В спеке И попробует Собрать А мы посмотрим Значит Копируем Пакет куда-нибудь Вот И говорим ХШ Там по-моему Просто Вау Можно просто Так сказать ХСХ СРЦ Там что там Шпигот Вот Значит Можно даже Минус В Значит Что сейчас Произойдет Старая Сборочная среда Убьется К вопросу об изоляции Создаться новая В нее будет Засунут этот пакет Все его сборочные Зависимости Запущен Спек и сборка Смотрим Убивается Старая среда Разворачивается Новая Сейчас он Индексы оптовые Сгенерит Вот Генерация Оптовые индексы Сейчас будет Формироваться Новая среда Сборочная Пустая Аптбокс В смысле Чрут Хашеровский Вот этот Хашеровский Чрут Сформируется Туда ставятся Пакеты Сначала Базовые Теперь по Зависимостям Остальные Вот Теперь сейчас Туда будут Поставлены Еще по Зависимостям Нужные пакеты Которые мы Указали В зависимости По-моему Или это Делается В той же Транзакции Я не помню Сейчас увидим Вот 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 туда Заходит Сейчас Нет Еще Давай Давай Мы тебя Ждем О И тут нам Говорят Слушай Может Ты что-то Не то сделал У тебя Ченжлога Нету Пакет Собирается Мы можем Его собрать Но мы Не выполнили Всех Требований Сообщества По оформлению Спецификации Мы не Написали Кто Когда Как собирает Видите Ченжлог Отсутствует Хорошо Давайте Мы Тогда Возьмем Этот пакет Как он Называется Там SRC Штимот Вот Перетащим Его На то место Где я Собираю Пакеты Прямо В репозитории Вот И Попробуем Собрать его А Да Попробуем Собрать его Значит Смотрите Тут Мы переходим К следующей стадии Значит Ну Смотрите Нет Смотрите Давайте я докажу Что пакет этот Соберется Сейчас Погодите Тут Маленькая Заминка Ченжлог Надо было Вставить Да Ммм Я Не успеваю Рассказать Хотя Может быть По-быстрому Расскажу Вот Смотрите Вот я Сейчас Покажу Что пакет Все-таки Собирается Видите Я сказал Носи Зифус Чек То есть Не проверять То есть Пакет Будет нормальный Но с точки Зрения Помещения В репозитории Нет Пока Эта штука Работает Значит Я все-таки Зайду На удаленную Машину И там Вот И там Продолжу Свой рассказ Пока Она собирается Я расскажу О том О чем Я не буду Рассказывать Есть два Способа Засунуть Пакет В сборочницу Это Засунуть Туда СРЦ РПМ То есть РПМ Ну Спек Исходники Дополнительные Скрипты Короче говоря Полную инструкцию По сборке Нашего пакета В сборочницу Второй способ Сказать Дорогая сборочница У меня есть Гид В котором В распакованном виде Это все лежит Будь добра Сама Собери Из этого СРЦ РПМ И сама Его там Дальше собери Вот Значит Поскольку У нас Нету Времени И При Рассковоре О втором Способе Мы встретимся С некоторым Количеством Новых терминов Я про него Просто рассказывать Не буду Вот А сейчас Мы допилим Наш пакет До нормального Содержимого И вот видите Да Если я выключу CZFUS Check Пакет считается Нормальным Собирается Более того Он даже ставится И работает Вот То есть Мы его Собрали Мы его Прямо Сейчас Поставим В сборочную Окружение Чтобы Прямо В нем Он заработал Я думаю Что все Будет Вот Значит Чего Нам не хватало Для полного Счастья Это нам Не хватало Ченжлога В котором Написано Что Такой-то Такой-то Монтейнер Собрал Такую-то Такую-то Версию Пакета Вот Вот это Уже Хороший Годный Правильный Пакет Так Значит Давайте Мы Теперь Этот пакет Таки Скопируем Туда Там Я его Подпишу И отправлю На сборочницу И на этом Закончим Лекцию Так Значит Сборочница Повторяю Это Такой Робот Которому Ты Закачиваешь Пакеты Говоришь Я тебе Пакет Закачал Собери Пожалуйста Сборничца Проверяет Что Ты имеешь Право Это Делать Проверяет Насколько Качественно Оформлен Пакет Частично Мы Это Видели Вот Сейчас Отсутствие Ченжлога Не позволило Этот пакет Собрать Вот Значит Собирает Его Проверяет Насколько Сборка Этого пакета Не ломает Другие Все Пакеты В репозитории Потому что Сборочница Имеет Доступ Ко всему Репозиторию Например При сборке Библиотеки Вот Ну и Дальше Там начинаются Всякие упражнения Если сборка Ломается Тебе Конечно же Не дадут Это сделать Но ты Например Можешь попросить Всех остальных Чья Чьи пакеты Поломались Из-за твоего Присоединиться К тебе И одним Большим заданием Все это Обновить Пересобрать Управляется Сборочница С помощью Того же Протокола С ССХ С той стороны Реализован Простейший Коммандлайн Мы Должны Создать Некоторый Таск Положить Туда Значит Наш файл И запустить Сборочницу Ну давайте Значит да Мы перед этим Еще должны Ща Перед этим Мы должны Пакет Подписать С помощью ГПГ ключа Потому что Иначе Непонятно Кто Кто Закачал У меня есть Специальный Ключ Которым Я подписываю Пакеты Вот Его то Мы и Положим Вот Теперь Он Значит Ну агент Не запущенных Слава богу Не любви Этих Агентов Теперь Значит Он у нас Подписан И мы Его должны Так Братцы Давайте Мы на этом Закончим Значит Смотрите Я конечно Понимаю Что было бы Очень клево Если бы Я успешно Его засунул Туда Давайте Сделаем Так Я В следующий раз Тогда Потрачу Какое-то Небольшое Количество Время На то Чтобы Показать Оба Способа Помещения Пакета В хранилище Просто Оба Потому что Второй Тоже Важен И На этом Мы тогда Сегодня Закончим Потому что Иначе Ну как бы Будем считать Что Основное Наше Действо Было Посвящено Сборке Пакета А вот Как его Отправить На сборку Мы расскажем В следующий раз Вот